Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в выпуске. Общественное здоровье. В Чувашии с рабочим визитом побывал заместитель министра здравоохранения страны Олег Сологай. Наша на WorldSkills. Участник из Чувашии в составе российской сборной на мировом чемпионате в Казани. Народное творчество. Победители конкурса «Таванрадио» спели на главной праздничной сцене. Укрепление общественного здоровья. Одна из программ национального проекта «Демография». Как она реализуется в Чувашии, посмотрел куратор программы, заместитель министра здравоохранения России Олег Сологай. Задай вопрос по электронке и получи ответ на лекции. Такова суть образовательного проекта «Общественный университет здоровья». В консультации открыты уроки и мастер-классы. Профилактическая работа шла месяц. Очень интересная тема у нас о прогнозе здоровья питания. Во-первых, потому что там был мастер-класс, то есть мы пригласили от того училища. Они показали, как можно приготовить из обычных блюд и из обычной совершенно здоровой продукции. То есть люди, конечно, очень хорошо откликнулись, во-первых, можно было все попробовать, изучить. В Республиканском центре медицинской профилактики подобных проектов разработано и реализовано десятки. Профиль здоровья, школьная медицина, мобильные поликлиники, дни здоровья и диспансеризация. Последняя полностью централизована. Доктор заполняет на рабочем месте все сведения по первому папу, по второму этапу. Они отражаются в их отчетной форме, а мы уже видим по каждой больнице, то есть их сведения. Форма удобная, то есть мы смотрим, где какие замечания, то есть сразу, например, какие-то, например, недостатки, контролируем. Олег Сологай увиденное оценил. Профилактическая работа в Чувашии построена на очень высоком уровне. Чувашские коллеги очень эффективно работают на целом ряде тех направлений, которые входят сегодня в проект укрепления общественного здоровья. Опыт Чувашской республики будет очень полезен для того, чтобы жители других регионов также становились здоровее. В этом году стоят новые задачи. Внедрить корпоративные и муниципальные программы укрепления здоровья. Конечно, здесь самая главная задача, чтобы каждый человек, проживающий на территории Чувашской республики, понимал, что здоровье принадлежит ему. Республиканский центр медицинской профилактики преобразует в республиканский центр общественного здоровья. А в городах Чувашии появятся его филиалы. Сегодня в республике работают представители и Министерство промышленности России. Заместитель руководителя федерального ведомства Алексей Беспрозванных встретился с председателем правительства Чувашии Иваном Моториным. Формирование проекта индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития республики – это главная тема рабочей встречи. В стратегическом документе конкретный план действий. Так, в Новочебоксарске намерено создать территорию развития ТОСР с набором льгот для инвесторов. Резидентов индустриального парка освободят от выплат имущественного и земельного налогов. В столице региона прорабатываются варианты строительства третьего транспортного полукольца, которое соединит Калининские и Московские районы. Ключевая задача программы ускоренного развития – создать более 4000 новых рабочих мест. Детали обсудили на совещании в расширенном формате с участием глав муниципалитетов, руководителей предприятий и членов правительства. Для дальнейшей работы крайне важно сверить планы. А прямо сейчас в Казань-арене идет церемония закрытия 45-го мирового чемпионата WorldSkills Russia 2019. В компетенции «Кондитерское дело» нашу страну представляет мастер производственного обучения чебоксарского техникума Евгений Краснов. Машины, колеса и даже гонщики – все как настоящие. Так сразу и не скажешь, что сделаны они из карамели. Тема этого конкурсного дня – Формула-1 в честь тысячелетия гонки. Их задача – показать все свое мастерство. Таким образом, они должны поместить свою фигуру на определенной платформе. И также она не должна превышать определенного высоты. Если это будет выше, то они будут оштрафованы. Но главное – это соответствовать теме. Участники работают четыре дня. Каждый день новые задания. Все они держатся в строгом секрете. Кондитеры узнают о них в последний момент. Скульптуры из карамели, торты, конфеты – все это умеют делать конкурсанты. Каждая работа – настоящее искусство. И, конечно, вокруг площадки ажиотаж. Зрители наблюдают за работой участников. Болею, переживаю. И, конечно, Россия вперед за победой. Нашу страну в сладкой компетенции представляет мастер производственного обучения чебоксарского техникума Евгений Краснов. Женя с 2016 года – участник движения WorldSkills. В его арсенале медаль за высшее мастерство пятого национального чемпионата. Да, в сборную попадают только лучшие по итогам отборов, различных отборов, различных срезов. И Женя показал наилучший результат. Поэтому очень болеем за Женю. Женя вообще большой молодец. У него очень высокая конкуренция в компетенции, в хорошем настроении, в полном ресурсе для того, чтобы выполнить все задания. Все участники съедобных компетенций напоминают рыбок в аквариуме. Все потому, что зона их работы находится за стеклом. Это сделано, чтобы ничего из постороннего не попало на площадку. Кстати, к участникам нельзя подходить. Ничто не должно отвлекать их от работы. Но нашей съемочной группе удалось поговорить с Женей еще до начала чемпионата. Конечерское дело – это искусство, ювелирная работа. Ты можешь творить, можешь придумывать, можешь собирать из того же самого шоколада высокие большие скульптуры. Это уже ответственность не только за республику, но и за саму Россию. Посмотреть на работу участников могли все желающие. В столицу Татарстана приехали и школьники-чуваши. Мы приехали сюда из Нового Чебоксарска в Казань, чтобы поболеть за нашего участника. Я думаю, что он проявил себя очень хорошо, потому что он очень старался. Видно, что он знает свое дело. Он очень хорошо себя проявил. Я думаю, Россия может гордиться за него. Я хочу дополнительную профессию кондитера. И мне было бы очень интересно узнать, как это все делается, как это все исполняется. Очень интересно смотреть, как они что-то жарят, варят, парят, что-то придумывают. Удастся ли Жене стать лучшим кондитером в мире, узнаем уже совсем скоро. На церемонии закрытия объявят победители всех 56 компетенций. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика из Казани. В Чувашии возбуждено уголовное дело на подростка, который устроил ДТП, в котором есть погибший. За руль он сел без прав и в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, утром 17 августа в Комсомольском районе подозреваемый, управляя автомобилем «Лада Гранта» в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав въехал в заднюю часть остановившегося перед ним автомобиля «Шкода Октавия». В результате водитель автомобиля «Шкода» погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Автомобилем своего знакомого молодой человек завладел обманом, сообщают в следственном комитете. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сразу шесть чувашских файтеров завоевали наградой ежегодного турнира «Кубок чемпионов». Вызов хозяевам ринга бросили спортсмены из Казани, Нижнего Новгорода и Москвы. Первыми на ринг пропустили представительниц прекрасной половины Юлия Атамова из поселка Ибресе и Диана Алексеева из Чебоксар сошлись в весовой категории до 48 килограммов. Победа за Юлией Атамовой, но и соперница оказалась не промах. Диана уступила сопернице считанные баллы. В титульном бою турнира против нижегородца Леонида Лаврищева золото завоевал спортсмена-щебоксар Никита Александров. Награду вручили и почетным гостям соревнований. Известный киноактер, уроженец Чуваши Анатолий Гущин был удостоен памятной медали в честь 550-летия Чебокса. И в продолжение спортивной темы. Праздник для горожан на воде устроили чемпионы мира по водно-моторному спорту. Гоночная команда New Star Racing Team уже была в Чебоксарах 4 года назад. Сверхпоказательные выступления вышли на новый уровень. Многократные чемпионы России, Европы и мира по водно-моторному спорту показали шоу с элементами спортивной борьбы. Гонщики продемонстрировали чебоксарцам и возможности спортивных болидов класса Формула-2. Продолжили водную программу флайбордисты. Этот трюк называется «Дельфин». С помощью специальной конструкции можно плыть сквозь волны, кувыркаться в воздухе, порой на высоте до 15 метров. А дальше все зависит от фантазии. Аквабайк-шоу, кейт-парад, парусная регата. Водное шоу становится традиционным в череде праздничных событий. Традиционная акция «Зарядка со звездой» на юбилей столицы впервые прошла на Московской набережной. Жизнь, движение. Тысячи жителей и гостей столицы синхронно повторяют движение за Оксаной Вербиной. В группе поддержки воспитанники Федерации черспорта и черлизинга, Федерации фитнес-аэробики, Чуваши, футбольного клуба «Спартак». На набережной собрались самые активные горожане, и спортивная подготовка здесь не играла решающей роли. Простые упражнения под веселую музыку – залог здоровья. В день города проспект Ленина и улица Карла Маркса на несколько часов сливаются в единый пешеходный творческий бульвар. По нему прогулялся наш корреспондент Рифат Фаткулин. Проезжая часть проспекта Ленина и улица Карла Маркса в день города по традиции стал центром протяжения чебоксарцев. И в юбилейный год творческий бульвар поражает своим масштабом. Сразу попадаем на необычный мастер-класс. Дети осваивают технику рисования 3D-ручкой. А на этой площадке можно окунуться в атмосферу старины. Показываем экспозицию времен 18-19 века, купечество. Вот это наша миниатюрная комнатка, где есть хлеб, где есть счеты, где есть амбарная книга. Куда раньше записывались в старину все доходы и расходы. Они легко дадут фору современным авто. Если не в скорости, то уже в элегантности и притягательности. На этой площадке машины-легенды. Познавательная экскурсия в прошлое отечественного автопрома весьма любопытна. Совсем рядом звучат зажигательные мотивы. Экспрессивное сальса в исполнении кубинских артистов погрузило всех в атмосферу латиноамериканских страстей. Рядом со сценой мастер-класс по живописи. Завораживающий взгляд ландшафты, храмы и старинные дома появляются на бумаге, как по волшебству. Десятки юных горожан рисуют пейзажи кубинской деревни. А здесь развернулась гончарная мастерская. Не каждый день родной город празднует юбилей. Чебоксарцы и гости республики откладывают дела на потом, а с собой берут хорошее настроение. Мы только пришли, прошли, хотим до конца пройти на концерте. Все просто в атмосферах сделано как. Классно очень, очень празднично. Мы начали вот с самого начала, там где были гости из Пензы. В костюмах, колоритные. Это, конечно, удивительно. Очень приятно, что к нам приезжают такие гости. Вот мы и покажем наш город, и как мы гордимся, и мы любим его. Творчеством занялись и юные журналисты национального телевидения Чуваши. Попробовать себя в роли оператора, корреспондента, ведущего – такая возможность бывает нечасто. Зрители увидели новые грани телевизионной работы. Мы сегодня брали с Сашей интервью у представителей Кубы. Она посчастливилась. Очень интересно было пообщаться. Нам рассказали, что Чебоксары на самом деле очень хорошо организовали праздник. Ну, честно говоря, было приятно, что нам доверяют и приезжают именно к нам. В этом году на Творческом бульваре работало около 70 интерактивных точек. Однако многим горожанам не хватило и четырех часов, чтобы познакомиться со всеми из них. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика. Чебоксары вдохновляют. Частушки звучали в День города на главной праздничной сцене. Их сочинили жители Чуваши для конкурса, который провели наши коллеги Ставанрадио. Всего прислали более ста частушек собственного сочинения. Ксюша и Маша поют возле памятника Чапаеву. Почти на этом же месте танцуют другие участницы. Для съемок конкурсанты выбирали знаковые места города. Видеозаписи в течение трех месяцев присылали в редакцию Таванрадио. К конкурсу подключились профессионалы и любители, певцы и блогеры. Мадрид, Рада, Булныев, Париж, Рада, Булныев, Шубаш, Кардан, Елимлиде, Париж, Дети, Курманы. Шубаш, Кардан, Елимлиде, Париж, Дети, Курманы. Шубаш, Кардан, Елимлиде, Париж, Дети, Курманы. Всегда мы ищем контент. Контент, контент – это частушки. Почему не контент? Контент – сплочение народа, чувашского языка. Потому что у меня основная цель – это чувашский язык. Чтобы люди разговаривали, не стеснялись на чувашском языке, своем родном языке, в городе, в деревне. Это основная цель у меня. Понятно, что еще в здоровой жизни тоже все продвигаем. И поэтому такие конкурсы нам стоит проводить чаще. Огромное благодарю Ставан Радио, что они сделали так, концерт. Все круто. Итоги подвели прямо в день города. Жюри оценивало все. Костюмы исполнителей, оригинальность жанра, наличие юмора в тексте. Победил колоритный коллектив во главе с Людмилой Квасниковой. Они пели в разных знаковых местах. В музее, на одном из заводов, содержание тоже было тематическим. Чапоксары – это центр правдорастояния. Приходите на профдрафт. Пропадутся мне я. И пока. Мы постарались осветить разные места города. Сняли видео в разных точках. Видео монтировал мой сын. И я думаю, что получилось неплохо. Хорошо нас здесь живется. Отдыхается, поет. А мамы только отдыхать. В этом нужно меру знать. Чем остаться все красиво, мы знания развеем. Отдыхает твои народы. Нам, поверьте, мы умеем. Но отдыхать пока рано. Только второй день этой рабочей недели. Таким стал этот вторник, 27 августа. Далее для вас полезная информация. А я на сегодня прощаюсь. Современные многоэтажные дома на берегу Волги в экологически чистом районе Чебоксар. Это жилой комплекс «Алые паруса». Своя парковая зона, пляж и лодочная станция, которая появится по соседству с домами, только часть преимуществ. Самое главное – это индивидуальный подход. Планировка квартиры зависит от желания заказчика. В данный момент мы находимся в трехкомнатной квартире. Площадь 88, 21 квадратных метров. Она у нас немножко переделанная под заказчика. Здесь мы кухню соединили с комнатой. Получилась большая гостиная. Трехкомнатная квартира у нас отличной планировки и с видом все на Волгу. Шикарный веток, как вы заметили. Два балкона. Лоджи у нас утепленные, с теплыми полами изначально. При сдаче дома уже планируется. Квартиры в жилом комплексе «Алые паруса» можно купить в черновом варианте. С отделкой под поклейку обоев и с ремонтом. И еще одно важное преимущество – доступность. Цены на квартиры в этом году снизились. Стоимость квадратного метра от 33 тысяч рублей. Мы предлагаем специальные акции, которые действуют до конца августа месяца. Это, например, такие акции, как квартира студии уже с готовым ремонтом и с мебелью. Стоимость этих квартир студии будет составлять полтора миллиона рублей. Приобрести квартиру можно за наличные средства или оформить в ипотеку. Первоначальным взносом может послужить материнский капитал. Ставка для молодых семей снижена до 6% годовых. Мне сегодня очень понравилось, как рассказали, о жилом комплексе «Алые паруса». Здесь преимущество в том, что он находится в красочном месте, с прекрасным видом на Волгу. Что немаловажно, так как у меня есть дети, детский сад тоже находится вблизи. Школа в шаговой доступности, что позволит нам экономить время и посещать и школу, и детский сад. Жилой комплекс «Алые паруса» будет состоять из шести домов разного класса. В каждом 25 этажей и 4 лифта. Толщина стен почти 65 сантиметров. И это гарантия тишины. Сейчас продаются квартиры в первом доме по адресу «Энергетиков-6». Сдать его планируют к 1 марта 2020 года. Данный дом один из первых «Чувашии», который сделан по системе «Умный дом». Все инженерные сети, телеметрия, домофоны и так далее объединены в единую систему, которая дает максимальную информацию и для жильцов, максимальную удобство для жильцов. И автоматически дает данные в компании-поставщики электроэнергии и других ресурсов. Квартиры с видом на «Волгу» по выгодной цене можно купить уже сейчас. Отдел продаж находится в деловом центре «Палладиум». Гагарина, 55, офис 203А. Телефон 755-388. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok